Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Давненько мы с вами не говорили о вине. И сегодня речь пойдет именно о нем, а точнее о весеннем брожении вина. Много раз осенью я вам говорила о том, что нам надо максимально дождаться окончания всех видов брожения. Мы максимально долго держим затворы, потому что это для нас удобно, это для нас информативно. Что есть спиртовое брожение, которое более активно, потом начинается более замедленное яблочно-молочное брожение. Часто между ними бывает небольшой перерыв. Мы не замечаем, пытаемся это как-то укупорить, потом получаем неприятные сюрпризы в виде взрывов, в виде еще чего-то. И много раз говорила о том, что не спешите с розовыми бутылками ни в коем случае, потому что много всяких бывает сюрпризов. И говорила вам еще об одной вещи, уже давно и многими замечено, что весной, в тот момент, когда в виноградных лозах начинается активное сокодвижение, очень часто вино начинает бродить повторно. И в этом году я увидела все это своими глазами. Столкнувшись с таким явлением, как весеннее брожение, вы начинаете думать, может быть, вопросы в температуре, может быть, вопросы еще в чем-то. Я сейчас расскажу свою историю, что получилось у меня. Значит, это вино, сделанное по белому типу. Вроде бы все хорошо отбродило, долго оно бродило, все-все-все было хорошо. Единственное, в конце я уже не замеряла остаточный сахар, решила, что все нормально, и так по времени все длительно. Бродило оно очень активно, стабильно, все хорошо. Потом наступило достаточно холодное время, и я выставила все бутыли с вином на балкон для криостабилизации. Пришли морозы, и надо сказать, что у меня получился на самом деле большой-большой косяк. Почти все мое вино, оно замерзло в бутылях. Единственное, что я все-таки вовремя спохватилась и сохранила посуду. То есть посуда у меня целая. И, кстати, в интернете можете прочитать, что, ой, все, если вино замерзло, только в мусорку. Ну, не знаю, что там должно быть в мусорку. В принципе, все с ним нормально. Говорят, что оно сильно окисляется. Вот сейчас я его взболтала, оно мотненько. Но на самом деле вино такого светло-лимонного цвета. Как бы я считала, что вполне нормально это для белого вина, с учетом того, что я не добавляю никаких антиокислителей, ничего. Так вот, то есть оно, казалось бы, уже должно было... Во-первых, оно отбродило. Потом оно перемерзло. Уже вроде бы все там должны были умереть, да, все микроорганизмы. Потом оно стояло в квартире при постоянной стабильной температуре. Более того, зимой ведь работало отопление, то есть градусов 20-22 в квартире стабильно было. Сейчас мы уже отопление выключили давно, комната постоянно проветривается, и даже, может быть, температура несколько ниже, чем та, которая была зимой. Но дрожжи вне решили, что им самое время. Вот, ну, я не знаю, это действительно какая-то вот такая энергетическая взаимосвязь, либо что-то еще, потому что, если говорить о температурных режимах, то, ну, было теплее, можно было побродить много-много раз, если очень хотелось. Однако, брожение началось именно сейчас. И как заметила. Так вот, где-то пару недель назад, подойдя к своему вину, оно было закрыто обычной нормальной пробкой, и налито вот здесь под самое горлышко. Я заметила здесь какую-то такую маленькую пленочку. И думаю, ну, наверное, вино стало портиться. Понюхала? Нет, вроде бы все нормально. Пленочку посмотрела под микроскопом. Это нормальные дрожжевые клетки, хотя, конечно, в микроскопе. Но определить, какой именно тип дрожжевых клеток, достаточно сложно. По крайней мере, в моем. Но поняла, что это дрожжевые клетки. Все это стало переливать в другую емкость. И вино бурлило просто вот как шампанское. В нем было много-много-много пузырьков. То есть оно повторно бродило. И вот после этого оно стоит уже недели две. Правда, сейчас стал процесс замедляться. Я специально перед съемкой взболтала, чтобы вам был виден, хотя и так виден уровень затвора, что он разный. То есть оно еще бродит. По вкусу с ним все замечательно. Классное, вкусное вино. Но, тем не менее, вот такой сюрприз оно мне преподнесло. Оно стало повторно бродить. Хотя, казалось бы, да, я вам рассказала и про температуру, и про то, что с ним происходило. То есть, ну, вроде как не должно было этого случиться, но случилось. И это довольно частое явление на самом деле, хотя я сталкиваюсь с этим первый раз. Но много раз читала, что именно весной, именно в тот момент, когда идет активное сокодвижение, на каком-то энергетическом уровне дрожжи начинают вот это чувствовать и начинают свою деятельность. Ну, мне в данном случае повезло, как бы я вовремя заметила, тоже бутыль у меня целая. Пробку меня никогда не вырвало, я переставила затвор, и, в общем-то, все хорошо. Но может случиться так, что рвутся пробки, даже могут взрываться, лопаться бутыли. Поэтому надо быть внимательным. Как вообще этого избежать? Ну, конечно, в идеале изначально довести брожение полностью до конца. То есть, наверное, мне надо было замерить все-таки остаточный сахар, не надеяться на себя и вот это проверить. Это раз. С другой стороны, мы не разливаем рана в бутылки. Ни в коем случае, потому что у нас потом эти процессы будут идти в бутылки. Ну, а там уже как повезет, да, если чуть-чуть совсем будет легкое газированное вино, ну, мы можем сделать это и специально, если мы понимаем, что мы делаем. Но если не повезет, то могут быть, опять же, взорванные бутылки, вырванные пробки, то есть, такие не самые приятные вещи. Значит, раны не разливаем. Я много раз об этом говорила и говорила о том, что нам надо убедиться, что все у нас полностью прошло. В идеале розлив бутылки перед следующим урожаем, но, в принципе, можно и поздней весной, когда мы уже понимаем, что все-таки уже больше у нас бродить не будет. Если у нас стоит в больших емкостях, значит, сейчас, еще не поздно, не поленитесь. Даже если у вас все стоит, например, в подвалах при постоянной температуре, повторю, что дело не в температуре, дело в каких-то других вещах, которые мы, может быть, даже не совсем до конца понимаем. Поэтому, неважно, где стоит ваше вино, не поленитесь. Сходите, откройте пробки. От того, что вы ее откроете и закроете, вино от этого плохо не станет. Но вы проверите, и будете спать спокойно, что у вас там все хорошо, ничего, как бы, страшного не произойдет. Если вы увидели там брожение, то же бояться его не стоит. Останавливать его не стоит. Если это не какой-то патологический процесс, который нам дает запах уксуса, запах чего-то такого неприятного, а обычное брожение, значит, пусть себе дображивает. Хотите, ставьте затворы. Хотите, дальше закрывайте пробками, но периодически проверяйте, чтобы не рвануло. То есть тут уже на ваше усмотрение. Но моя рекомендация, это дать полностью добродить. Если вино решило, что ему надо еще немножечко, вот, поиграть, побродить, ну, пусть себе играет и бродит. А можно ли пить такое вино? Конечно, можно. С одной стороны, смотрите, что может произойти. Брожение могло пройти само по себе. В настоящий момент уже процессы не идут. Но поскольку емкость была окупорена, у нас осталась газация, да, углекислый газ, то некуда было ему выходить. Такое вполне пить можно. Какая разница? Мы пьем либо шампанское, которое специально ставится на вторичное брожение. Мы пьем пятнат, который тоже с незаконченным брожением мы заливаем в материал бутылки, и оно дображивает. Там мы делаем газацию. Либо у нас это получается, ну, само по себе. И даже если еще какие-то процессы брожения, может быть, немножко идут, если вам нравится, если вам по вкусу как бы все окей, то, ну, тоже можете вполне потреблять. В завершение напоминаю, что явление это довольно частое, сталкиваются с ним многие. Описано оно тоже во многих источниках. Конечно, в идеале, чтобы у нас все выбраживало в нужное время и в нужный момент. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Самое главное, проверьте пробочки, проверьте, что происходит с вашим вином. Не спешите с розливом. Наша задача избежать излишних потерь в виде испорченной посуды, взорванных пробок и всего остального. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще будет» ссылка на каталог наших сортов и награды и мой контакт. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok